Наследование — это хорошо, но важно его правильно использовать. Если вы в какой-то момент засомневаетесь, стоит ли вам наследовать какой-то свой класс от другого базового класса, то принять правильное решение вам может помочь принцип подстановки, сформулированный в 1987 году Барбарой Лисков. Данный принцип гласит, что если S является подтипом T, то все объекты базового класса T в программе могут быть заменены на объекты произвольного класса S без изменения каких-либо желательных свойств программы. Другими словами, поведение у наследованных классов должно соответствовать, то есть не должно противоречить поведению заданному базовым классам. Или поведение классов-наследников должно быть ожидаемо для кода, оперирующего переменными базового класса. В нашем примере с геометрическими фигурами нарушением принципа подстановки был бы такой подкласс Shape, в котором метод GetColor, например, кидал бы исключение, или метод GetArea возвращал бы вместо площади периметр фигуры. Такой класс нарушал бы контракт, заданный базовым классом Shape. И передача такого объекта в код, оперирующий переменными типа Shape, привела бы к неправильным результатам работы программы. И второй нюанс с наследованием. Даже в том случае, когда наследование удовлетворяет принципы подстановки, следует еще рассмотреть альтернативный вариант с композицией. То есть, вместо наследования класса S от класса T, можно попробовать включить в класс S ссылку на экземпляр T. Наследование — это очень сильный тип связи между классами. Его чрезмерное использование может со временем привести к тому, что код будет трудно развивать и поддерживать. Композиция — это значительно более легковесный и гибкий тип связи. В нашем примере все фигуры включали в себя один или несколько экземпляров класса Point. И это значительно более предпочтительно, чем наследовать фигуры от класса Point. Продолжение следует...